Настроение важно. Настроение для победы. Очень важно настроение, это и есть энергия победы. Если вы чувствуете все плохо, печально, грусть тоска меня снедает, или пропала мальвина невеста моя, сбежала мальвина в чужие края. То есть это все. Настроение означает все. Дальше одиночество. Буратино и кто лучше, чем Эль Пьеру? Печально, печально. Это не настроение победы. Настроение победы это радость, это счастье, это шутки, это смех. Это в тяжелом бою, когда тяжелое состояние, тяжелый бой, у тебя судьба тяжелая навалилась, это твердость духа, сила, внутренняя сила. Даже, может быть, тебе придется что-то не любить. Но это все равно, это все равно позитив, понимаете? Даже если ты чего-то не любишь, то это все равно позитив, если ты сильную позицию. Вот, допустим, тяжелая судьба, да? Тебе надо не любить что-то. Вот в тяжелой судьбе тебе надо не любить разврата, не любить предательства, не любить греха. Когда тяжелая судьба наступает, тебя начинают огрушать предательства, грех, вероломство, измены, шантаж, там, все что угодно. И ты должен не любить это опять как? Не с разрушенным сердцем, а с радостным. Но не любить это тоже хорошо. Видите, то есть, когда приходит жестокий период жизни, тебе придется что-то не любить. Потому что, если ты будешь все любить, тебе бросают, ты любишь, значит, еще хуже с тобой будут поступать. Я видел одну женщину, которая довела в себя в своей любви, когда ее бросили до того, что муж приводил домой женщину. И в соседней комнате занимался с ней всем. Она слушала. Это любовь. А? Это не любовь. Так я говорю о том, что если ты слово «не люблю» не знаешь, тогда вот такие результаты бывают. То есть, если человек черту переступил, то нужна твердость. Нужно наказывать его. Тогда нужно сказать «я не люблю». Но сказать это без жестокости, без злобы, в протест, в то, чтобы защитить справедливость, чистоту. Понимаете? Никогда человек не должен унижаться. Жестокая судьба, что делает с человеком? Что ей нужно? Она ей нужна, чтобы ты унизился. Вот что ей нужно. А если человек не унижается, она ничего не может сделать. Кто такие герои? Вот когда человек его ставят к стенке, стреляют, он улыбается. Это герой. И что дальше с ним происходит, вы знаете? Не знаете. Он идет в рай. Потому что цель человеческой жизни – это не остаться живым, а остаться смелым. Вот в чем человеческая цель человеческой жизни. Если даже непреодолимая судьба пришла, тебе суждено погибнуть. Непреодолимая судьба. Все равно радуйся, потому что жизнь вечную природу имеет. Если ты опечалился в этот момент, печальным родишься в следующей жизни. Я много людей вижу, которые всю жизнь печальны. И почему человек всю жизнь печальный? Потому что он ушел из жизни в печальном состоянии. Не позволяй себе. Это самый главный момент, когда ты уходишь из жизни. Это самый важный момент для следующей жизни. Если ты думаешь о Боге, в следующей жизни попадешь к Богу. Если ты опечалился, будешь всю жизнь печальным. Если ты возненавидел, будешь всю жизнь ненавидеть. Если ты испугался, будешь в страхе жить всю жизнь. Момент смерти определяет настроение, в котором человек будет жить в следующей жизни. Поэтому тяжелая судьба, непреодолимая судьба является экзаменом всегда для человека в жизни. Это экзамен. Его надо сдавать, дорогие мои друзья. Не бежать никуда. Не сбиваться. Не забываться. Не закуриваться. Не новую себе бабу искать. А сдавать экзамен. Завтра у нас для этого будет наш ретрит. Я желаю всем счастья повторять. В очень глубоком настроении. Мы протяжно повторяем с вами. Я желаю долгого. В Одессе. В Одессе? Вы онлайн слушали, да? Нет. Вы были? Да. Понравилось? Да. Счастья! Вот так будем завтра. Все мыши разбегаться будут под полом в разные стороны. А в соседних домах все и спрыгивать будут от счастья из окон. Громко будем повторять. Я желаю всем счастья.